Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Грешего. Номер 253. События дня. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. За 21 августа 2016 года. И далее посмотрите, какие дела творятся в стране Патриаршей Церкви. Каждый можете тормознуть и проверить, посчитать, посмотреть. Ролики они нами составлены. Это зараза Дворкинская, как проказа покрыла страну. Все, секта, секта, секта. Вот о нас там приезжали, телевидение Россия 24. Никакого отношения к нам не имеют. Какое-то чучело выставили с Кемеровской епархии. Болтает, видно, какой-то, как преступник. Лицо неблагоговейное, все это ужимается, бритый. И он дает характеристику. Когда в глаза не видал, он ничего не знает. Но он в системе, ему сказали, он это сделает. Ни понятия, ни о совести, нет ничего. Это навсегда запечатлели. Это здорово, что вы его поставили. Подлинный лик Московской Патриархии. Ложь. Клевета. Поношение. Что? Дворкинская система. Придумали миссионерские отделы. Да не может их быть, потому что это труд Духа Святого. А вы понятия не имеете. Он нападает на рождение свыше. Антихрист вышел. С Кемеровской епархии. Манкурт. Это к писятикам относятся. Это шарлатанство сплошное. И они этого не видят. Помрачение ума. И что, он как-то повредил? Да нет, конечно. Какие отзывы-то идут? А откуда взялся это чучело огородное? Что он говорит? Зачем? Почему они спросили местного митрополита? Меня еще раз гонят уже из других епархий. Отовсюду. Ну, это я попутал показать наш сайт. Вот. Всем даю такое. Тоже тормозите, посмотрите. Для себя возьмете. Мне некогда. Я просто так прокидываю. Что у нас есть. Потом я вернусь к этому. Затормозите и все это найдете. Сокровище безмерное. Это наши ресурсы. Так. Вот. Сейчас я покажу еще. Вот это могли они взять. Сергий митрополит Барнаульский-Алтайский. Как раз по надзору, по этому, по лагерю он дает интервью. Митрополит Иванников. Московский патриархат. Игнатий Лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью. Через Барнаульскую епархию. Как обычный мирянин. Ну, сравняйте с тем, который у Дарса, там Евгений называется, там, Бритый стоит. Выполз как будто бы откуда-то. Из дебри. Ничего он не знает. Дальше. Митрополит говорит. Если ты московской патриархии, почему они сюда не заехали к митрополиту и не спросили? А это не надо. Это спецзаказ был. Спецзаказ, может быть, от радиостанции Свобода масоны. Они давно охотятся за мной. Он, то есть обо мне, ревностный православный христианин. Исповедник. Не сектант, ничего его не пугает. Он в фильмы смотрит. Исповедник. Они не понимают, исповедник. Кого судите-то? То есть на мне язвы за Слово Божие. За мной тюрьма. 26 лет мучила только психиатрия. 26 лет – это не два дня. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. А почему не установлено? До Дворкина я не было здесь. Он пытался четыре раза на меня наскоком взять, да получил свое. Не установлено. Это митрополит говорит. Ну, обратились к нему. Вот он надает интервью. А как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря. Какую-то общественную деятельность. А то меня потрясло. Его увидел. Дети бегут, учат лжесвидетельству. Болтун и лжец. Этот удар с офигения. Его выставили, что он ничего не умеет делать. И вот, когда здесь митрополит был, Иларион Капрал, беседовали они здесь, и отец Аким был. Там вместе молились. То митрополит говорит, что считают некоторые их за сектантов. А почему? Потому что сами ничего сделать не могут. И говорят это по зависти. Это митрополит говорит. Эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Ничего не нашли. Дело прикрыли. Государственная власть. Теперь за ночь что-то копают. А уже ни лагеря, ничего нет. Лапкин человек твердых убеждений. Пожилой. В скобках. 77 лет. Примечание автора. Это комсомольская правда там или что-то. Его уже не изменить. Да и не нужно. То есть меня менять не нужно. Почему они не взяли митрополита Барнаульского и Алтайского? Да потому что заказ другой. Заказ. А вот эти шарлатанов слушают. Почему? Вот митрополит Антоний Храповицкий. Еще раз скажет. Говорит о предберенной части русского народа. Это уже не народ. Но гниющий труп. Гниющий труп. Труп. Гниющий. Скотомогильник. Который гниение свое принимает за жизнь. Вот этот удар сам вышел. Гнилье. А живут на нем. И в нем. В этом теле. Лишь кроты. Черви. И поганые насекомые. Радующиеся тому. Что тело умерло и гниет. Ибо в живом теле не было бы удовлетворения их жадности. Не было бы для них жизни. Но меня бы не было. И отчего бы он выступил. Ничего. Нету никого. Меня окружают люди. Вот община. Это все пришли через занятия в университетах. Так таких-то людей сколько у меня по всему миру. А такие бесноватые. Как Скоротовский. Там из Филадеев и прочее. Они этого ничего не понимают. Он исповедник? Нет. Он деревню построил? Нет. Он с чужими детьми занимался 45 лет? Нет. У него ничего нету. Кроме лютой бесовской ненависти. Я его трогаю как-то. Нет. Но я поясняю, что так не делается. Не делается. Вот у меня с утра мы в 7 уже, чтобы позавтракали. На работу уже заступаем. Работаем каждый день. Сейчас я дорогой занимаюсь. За свой счет. Люди помогают. Не просыхаем. Вот рубашка на мне какая. Вот она есть. Я ее каждую субботу иду в баню. Стираю. Сушу. Надеваю. И дальше иду. У меня ничего нету. Совсем нету. А они лопаются от злости. Почему? Он может так сделать? Не может. А для меня это обыкновенная жизнь. Сейчас мы посмотрим, как это, как она называется, ТВ или 24, или Россия 24. Вот. Мне пишут про это. Я уже говорил. Еще раз посмотрим. Человек когда пишет. Ошибки фактологические некоторые. То есть, кого только не касалось, вот это Анна, и везде ошибка. Вот Устинова была, она пишет, Алексей Кустинов. Ну как это можно так? Такое небрежение. Человеку неприятно. Какой Кустинов? Устин это имя. Дом, где было занятие, назван вашим домом. А мой никогда ни одного дня не было. Это батюшкин дом. Хорошо написали на канале 24. Мне понравилось. Скачайте это видео и сделайте просмотр его для жителей деревни. Можете прокомментировать, что и как. Думаю, и полезно будет всем. И материал получится очень хороший. Я послушался вчера, пригласил, кто не видел. Посмотрели и дал комментарий здесь. Дело было в Потеряевке. Специальный репортаж Анны Афанасьев. У меня к ней претензий нет. Почему? Потому что она в системе. Патрончик маленький. Скрепочка. Ее послали туда, все. Сказали, может быть, к митрополиту Сергию не подходите. Он заигнать. А вот самый негодный. Манкурт там есть. Такой манкурт. Шапочка к мозгам приросла. Вот кем русскую пархи. Надо вам заглянуть. Тот скажет. Тот что угодно скажет. Я так только понимаю. И вот, если это ткнуть, значит, откроется Россия 24. Запись вел оператор ТВ в Потеряевке. Слушайте внимательно. 4 часа и 40 минут. То есть 280 минут. Ролик же получился у них на 15 минут и 6 секунд. Из них неизвестный шофер говорит 55 секунд. Евгений Уварцев, патриаршин Гунишко, Манкурт. 53 секунды. А там и все уже разобрали. Роспотребнадзор 42,38. Ольга Прынсина. Видно, Ина. Надо показать. 21 секунду. То есть 210 секунд или 3 минуты 30 секунд. Ни съемки в Потеряевке. Итого Потеряевского времени в ролике ТВ-24. 11 минут 30 секунд. То есть от снятого в Потеряевке в ролике вошли только 4,4 процента. И без подмеса только тутошнее. Она отобрала с других мест. Когда в интернете было, дети в лагере и прочее. В менее 3 процентов. Это надо столько снимать, уезжать, возвращаться два раза. Приходили там, я работаю на пруду. Там какие были беседы. Ничего не вошло. А почему? Да меньше 3 процентов от снятого. Меньше 3 процентов. Да как это так? Еще совсем непонятно, что ролик весь заказной. А мне говорят, это пиарится там. Слово какое-то нашли, пиарится. А другой говорит, так это деньги большие стоят. А у Лапкина откуда деньги? То есть я купил, они приехали, они поставили. Но чтобы я не подумал, что сделали. Они вот это чучело огородное поставили из Кемеровской епархии информационной. Какая информация? Это одна ложь в башке. Не видал, не встречал дети. Ты бы спас хоть одного ребенка? Нет. Мне родители звонят, не отдайте детей в полицию. Я сделал все возможное. И сейчас опять прокуратура вызывает родителей. Родители? Три дня назад только звонят. Один за другим звонят. Что с нами будет? Детей отнимут? Ужас какой. Кристина Кнатькова. Спасибо вам за то, что почти в одиночку боретесь с заблудшим больным обществом. Притча 26.26. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется зло моего в народном собрании. Как вылезли злодеи. И среди разных течений, и в сеансе, кто-то знает, был в лагере какой-то прыщик был на ребенке. Один был такой дуралом. Дуралом настоящий. Просто скандалист. Топором работал. Сам себе ногу в обслуге был. Порубил. Ну я-то при чем, если ты этот топор не держал? Резал мясо, порезал руку. Ну я-то при чем? Ну, бузатер. А кто это такой? Волков? Волков слава. Подался на другие хлеба. Самая последняя бабка и тау. Ну сядь ты, сядь на собрании. Совершенно неукротимый был. Бузатер. И что? Встретил его Игорь Добунов. И говорит, ну и как прошли эти годы? Да как? Что попало? Говорит, творили тогда. Вот это нападали на нас. И общину закроем мы. Я говорю, общину не закроет даже президент. Потому что мы прошли перерегистрацию. Мир вам Игнатий Тихонович, Юрий Соболев. С воскресным днем. Благословенное утро. Придя со службы. То есть православный. Это преподаватель Красноярского университета государственного. Академии и ведет занятия в епархии. Придя со службы, включил телевизор и переключил на какой-то канал. 24-й, как позже разглядел-то. А там начался большой репортаж про Потеряевку в Роспотребнадзор. И вот так удивительно из стольких каналов включить именно этот. При том, что телевизор смотрю редко. Телевидение. Дивен Бог. Опечалила очень ложь и клевета темеровского клирика. Да не уменит ли мы сего Бог на суде клирик он или нет. Я даже не знаю. У него креста нет и не поймешь, кто он такой. Чего печалиться? Это здорово, что нашли его. Я теперь только думаю, чтобы его не вырезали этот факт. Они еще не понимают, что сделали. А это не на один день. И каждый раз отсылать я буду к этому. Патриархия. Да вот, в его лице выставлена патриархия. Смотрите, что? Клевета, ложь, предательство. Это что? Дворкинская язва. Везде бета-стазы дает. Да не вменит ему сего Бог на суде. Репортажа смотрели всей семьей радуясь в духе такому неожиданному воскресному подарку. Чрезвычайно рады были увидеть всех-всех знакомых, братьев и сестер. Хотя ни разу еще не встречались. Ой, как эти из лживых, просто сатанинских миссионерских отделов нападают это. Это вот он виноват, Клаткина поддерживает. А сатанилая просто. Почему? Потому что подделка дьявола. Можно храмы строить. Можно взаимопомощь делать. Миссионерский отдел невозможно создать. Их не было никогда. Не было ни в России, нигде. Не было нигде, никогда. Придумал сатана. Подделка, потому что. И чем занимаются? Сектоведы, сектоведы, дворкинские. Специально засранный человек. Сколько мерзостей принес сюда. Всех натравил. Секта, секта, секта. Сектоведа такой должности нет. Крепко и молитвенно обнимаю вас. Поклон благословенной потеряевки. Храни вас, Христос. Вот все размышляю после сегодняшнего выпуска. Быть может, Господь в своем неизреченном промысле допустил до вас Роспотребнадзор, чтобы через сие явить России свидетельство. Не испорченного, живого, бескорыстного православия. Пример настоящей веры, я так и думаю. Мы молимся за всех. Из-за этого Манкурта, из Кемеровской епархии. За всех. Чтобы и Бог на суде не вменил им этого. Как ранее писал вам, и недавно слышал еще от кого-то на вашем канале. Что дать бы вам регулярное эфирное время на центральном канале. И духовная ситуация уже бы начала меняться в нашей стране. А я давно об этом говорю. Дайте. Температура будет изменена в течение года. Быть может, это некоторый ответ на молитвы. Может быть. В любом случае, сюжет, полагай, обратит жаждущих людей на ваш канал, а значит и к Слову Божию. А значит, ныне и пристое Слава Богу за все. О! Видите, какое одно выступление. Так от злости лопаются. Что так хорошо человек говорит. Мы молимся. И Бог дает тех, которые понимают, что мы делаем непростое дело. В одиночку боремся. Выставляем какие ролики. И сегодня столько пришло. Никогда столько не было. Дворкин тогда выступил на Рождество. И в 20 раз увеличил. В один день в 20 раз посетителей больше пришло. Ну не в два раза, в 20 раз. То есть это антиреклама есть реклама. Как мне проректор технического университета Семкин Борис Васильевич сказал. Роман Малыш пишет. Здравствуйте, отец Игнатий. Видите как. Я не отец никакой. Христианин просто. Сегодня 21-е. То есть воскресенье. Августа 16-го года. На канале Россия 24 показали специальный репортаж. 21-40 по московскому времени. Ну и показано как. Карпаты уже завтра гудеть будут. Гуцула моряка по телевизору показывали. Вот гуцула. Ну прям вообще. Моряка. Что интересно, у меня телевизора нет. Мы разговариваем с другом детства по скайпу. Смотрю, а у него за спиной в телевизоре репортаж. Он подпрыгнул. Моряк. Потеряевка. Вообще. Ой. Его семья уже на протяжении, может, полгода смотрит ваши ролики. Почти каждый день. И все это мы распространяем в соцсетях. Хоть и лениво. Ленивое, но благовестие. Попутно. Вот тут. Разделено. Попутно сказать. Родственники моей жены, а там и полно баптистов, стали пользоваться интернетом и смотреть ваши ролики. А также и кумовья, подруги, коллеги, подруги, подруг и так далее. Любопытство приближается к спасению. Куда поделся муж Марии? Это на него говорят. Говорят, какой-то секта ушел. Секта ушел. Это к нам приезжает митрополит, с секретарем, со священниками, семинаристами. И никто не догадывается, что это секта. А почему? Язва дворкинская дает метастазы. Везде. Еще долго это гниение будет. Изничтожного, полезное. Да хранит вас Господь. Ну, это слова Иеремии и порока. У меня все хорошо. Даст Бог. Скоро увидимся. Вам и братьям низкий поклон. Благодарю за молитвы. Владислав Марущак. Вот так. Слава Иисусу Христу. О. Аллилуйя. Лаудетур Езус Христус. Игнатий Тихонович, у меня вопрос. А какой у него вопрос? Мог ли Иоанн Златоуст говорить это? Вот это, что дальше будет. Мог ли он это говорить? Что скажи мне? Тяжелее убийства. Но и оно некогда было вменено в правду дерзнувшему совершить его. Так важно делать что-нибудь для Бога. А каким образом убийство могло быть вменено в правду? Ну а дальше читайте, это проповедь Златоуста он берет. Я ее знаю, я Златоуста начитывал. Вот внимательно просчитать. Тормозните и просчитайте. Кому надо просчитать. Кому не надо пройдет мимо. Иоанн Златоуст пост в сетях сделал. Олег Чикрыгин. Его резюме по сказанному. Какое? Резюме у него тут сказано. В РПЦ, то есть в Русской Православной Церкви, нет Христа. В ней есть православие, но Христа в ней нет. Видите, к чему люди приходят? А вот такие манкурты, такие морозки парки, они к этому подбивают. Да какой Христос? Детей я учу лжесвидетельству. Где хоть один пример? Это даже никто не видит. Тумасшедшие стоят совершенно. Искажает лицо, гнется, пытается показать, что ему неохота, говорит совесть. Да ты в своей гниющей, как мерзкое насекомое, на трупе своей епархии сидишь. Лично от себя я бы добавил, что во всей современной версии классического христианства, про протестантов не скажу, знаю пока. Нет Христа со времен самых древних. Вот в подтверждение высказания того святого отца столпа Церкви, кого называли уста Павлова, а того в его очередь уста Христова, бедный Христос, не ведавший, что оказывается, это он говорил такое благодарю за ответ. Да, ну это тот человек, Щекрыгин сказал, да, это проповедь Златоуста, и там написано так. Алексей Куракин. Мир вам, Игнатий Тихонович, я был зарегистрирован на азбуке, РУ, в разделе «Знакомство». Там открыт в блоке дневник, в блоге. В том дневнике выставил ссылку на ваш православный сайт, а дневник назвал «Жизнь православных на Алтае». Через час меня заблокировали и написали мне «Здравствуйте, Алексей Куракин». Ваш аккаунт был заблокирован за нарушение правил, с большой буквы. Причина – пропаганда неправославных учений. С уважением служба знакомца азбука верности, то есть неправославных, то есть что эта дворкинская мерзость прорастает. Ваш сайт считает пропагандой неправославных учений. Какую чушь, какая? Надо же такое учудить. Истинное православие уже перестали принимать как таковое. Алексей, не удивляйся. Дионисий Александрийский, Киприан Карфагенский, в «Житиях» у них пишут, что народ был до того тупой, необразованно, а виноватый попы, что православных считали неправославными еретиками, а еретиков считали православными. Это не сегодня началось-то. И это не православному, а православном сайте. Пишу модераторам ответ, на каком основании меня заблокировали, на какой срок, а в ответ никакого ответа нет. Вот вам и православие нынешне налицо. Русская православная церковь Московского патриархата. Считая дневники других пользователей, даже не видно православных людей-то. Все друг друга хаят, поливают грязью, а себя выставляют умными и в хорошем свете. Ну, это дворкинская, этого мерзавца. В одном моем дневнике писал, что хочу найти себе такую женщину, чтобы она была действительно соответствовала православной женщине, христианке. И перечислил, как она должна выглядеть, как одеваться, как вести себя, нужна ли косметика или короткие юбки, макияж, брюки. Так меня просмеяли и выставили, извините за выражение, дебилом душевным больным. И женщины начали мне писать в комментариях, что это бред и чушь полная. И аж что тролль очередной. И что не хотят быть такими, а хотят быть раскрепощенные и свободные в этих отношениях. И не загонять себя под какие-то рамки. Хотят быть, как все в этом мире. И все ссылают, что сейчас время уже не то. Я посчитал, и мне страшно стало, за наших женщин, во что они себя превратили. Во что превратили они себя? Ну, вот об этом один миссионер говорил на букву «Б». В кого они себя превратили. И этому миссионеру, миссионер, вот этому, нужно поклон сделать, благодарности. Я его назову, чтобы знали, где искать про этих женщин. Да благословит его Господь. Степаненко Максим. Он смело выступил, как герой. И вот тут же под сукно архиерей сунул. А он сказал правду. Одиночку нажившее себя дитя, женщины. И назвал литературным словом «б», так не дают называть. А это литературное, оно в словаре Григория Диченко и везде, в Википедии, везде. Ничего этого нет. Интересно выступает ролик один. Американские женщины говорят мусульманкам. Какие вы счастливые. Как вас мужья хранят. Как одевают. А нас? На какой позор выставляют. Как мы одеваемся. Груди все до задницы открытые. Это пишут американские. Свободные. Мы, говорит, этой свободой уже до тошноты объелись. Хотят быть ни от кого независимым. Быть главной в доме. Загнать мужчину под свои рамки. И стандарты сделать подкаблучником. Ну, скажет, вот, нашел тоже авторитет Максима Степаненко. И скажу, что у него-то подкаблучники-то не в почете. Он вам расскажет. Обратитесь к нему на его сайт «Кистине». Что удивительно, тоже «Кистине» называется. Я не знаю только, кто из нас раньше назвал. И вот эти все слова у него все объяснены. Я не буду объяснять. Да благословит его Господь. Куда катится нынешнее православие? Даже сейчас иногда в церкви мне говорят и спрашивают. Зачем я такую бороду отрастил? Молодость свою прячу, гублю. Причина-то какая. А он почему такой? А я прочел вашу книгу к истинному православию. Эта книга попала как-то к нему, значит. Где-то он достал. И им трактую. На что мне говорят, что я не святой, не монах. И мол, насильно не такую. Короткую, аккуратную. А то, как в охлаг хожу, мне говорят. Вот эти скобки, я не знаю, что означают. А я и не собираюсь брить. Какая есть, такая пусть и будет. Придется одному вашу книгу почитать-то. Так он побежал к батюшке. Насчет ее спросить, можно ее читать или нет. Вот этот попы сделает людей каким-то. Совершенно ничего не соображает. Вот эта манкуртизация общества происходит. Ну сам-то ты за каждым шагом бегают. То есть совершенно безумный народ. Хотел взять благословение на ее прочтение. Батюшка вас не знает. Посмотрел эту книгу, полистал. И сказал, что нет никакого благословения. И что он не знает, о чем там речь. И не стал благословлять. Ну сказал бы, да, я посчитаю. Я скажу. Он не стал брать ее. Сатана его не допустил. И тот брат отдал ее мне обратно. И сказал, что ничего не считает без благословения батюшки. Вот как. То есть своих мозгов нету. Манкурт. Боятся, а я не боюсь. Я говорю, что даже могу почитать к свидетели Иеговы и Коран. И на это не взять благословение. Ну дальше считайте. Вот до сих пор дочитайте. Тормозите много здесь. И всегда пример с вас беру. Потому что вы берете пример самого Христа. Соблюдая его заповеди, повеления. Соблюдайте каноны церковные, апостольские, соборные правила. Чего нет сейчас православия, московской патриархии. Многое лета вам, Игнатий Тихонович. И всем. Вот. И всех благ. Видите сколько. Дальше посмотрим. События. Вчера было воскресенье. Вот. 21. Сегодня. Ну на это ответили. Что тут у нас? Православный видеоканал открытым оком. Вот сейчас только-только выступил. 20. Сколько-то минут назад. Не вижу. 25 минут назад. Номер 2 воры. И уже посетило 33 человека. События. Вот. Наш. Вот. Ресурс. В моем мире. Я очень уважаю мой мир. Считаю его выше всяких контактов. Одноклассники я не говорю. Это вообще ничто. Фейсбуков, Твиттеров. У меня везде страницы есть. Везде. Свой живой журнал. Ну. Этот лучше. Тут легко общаться. Фотографии посылать. Раньше было можно одним шелчком. На 10 тысяч человек посылать было. Ну. Все это сняли. Запретили. Может когда-то вернут. Вот Андрей Куракин как раз и говорит. Мир вам и да, Тихонович. Репортаж. Вот. Репортаж делал его по Теревке. Везде. Постоянно мне об этом говорят. И. Православный форум. Тут новые люди появились. Жан Тисе. Старик. Тут разговоры. Очень богатый. Православный форум. Очень богатый. 1592 темы. Темы. Полнейшие. И. Еще. Есть у нас. Главный ресурс. Это. Во свете Библии. Сайт. Богатейший. 50 книг. Аудио. Примерно. Ну. И все. Златоуст. Насчитан. И. А все тут найти можно. Ну. И самое главное. Во всем. Что у меня есть. Это. 4124 ответа. По темам. 55 тем. То есть. Папок. Богу нашему. Слава. Владейки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...